Вчера политическая партия МЦХ сделала заявление, где обвиняют оппозицию и всех тех, кто против данного соглашения в различных грехах. В том числе и о том, что активизировались люди, у которых темное прошло. Но я не думаю, что кто-то из нас присутствующих чувствует в прошлом темные дела и так далее. Дело в том, что это заявление совпало с тем, что мы позавчера объявили о создании консультативного совета. То есть мы хотим сесть за стол переговоров, за круглый стол, за любой стол, чтобы обсуждать, решать вопросы, касаемые нашего народа и государства. МЦХ, видимо, это восприняло как, не знаю, со своим заявлением, как альтернативу на то, что мы идем навстречу. Они это восприняли в штыки, обвинили во всех грехах оппозицию в целом. Они все время забывают, и мы, АРУ, они однократно делали, уважаемые журналисты, вы об этом помните. В отличие от них, у вас хорошая память. Каждый раз нам приходится напоминать политическим партиям Цехара о том, как они, будучи в оппозиции, действовали. Они штурмовали главное ведомство страны, которое обеспечивает правопорядок. Они перекрывали дороги, и не раз. Они штурмовали, делали попытки штурма административных зданий. И не раз это было. Сожженные покрышки, акции протеста, несанкционированные митинги, оскорбления президента Абхазии. Они в 2014 году президента Хаджим бы не пускали на территорию России. Они перекрыли дорогу на границе прямо по реке Псо. Вот это все не Аруа точно делал. Аруа такие вещи никогда не сделает. Мы так не сделаем никогда, потому что мы любим свою страну и свой народ. Вот почему мы так не сделаем. Мы всегда конструктивно, объективно расцениваем и оцениваем ситуацию. И делаем соответствующие заявления. Мы, если вы помните, при президенте Хаджимба в 2018 году председатель Аруа и член высшего совета Аруа, депутаты парламента Илья Гуня, Дмитрий Ардзимба инициировали в парламенте документ о распуске Кабинета Министров. Кабинет Министров Хаджимба. Это Аруа сделала такое заявление. Вы это все прекрасно помните. То есть я что хочу сказать? Я хочу вам сказать, дорогие наши боевые друзья, что мы не различаем, кто у власти, вы или мы, как принято сегодня это говорить. Мы объективно расцениваем и оцениваем ситуацию и делаем выводы. Мы всегда говорим правду. И за это такие оскорбления, мы их не принимаем, во-первых. И мы уже устали отвечать на вот эти вещи. Мы также помним, мы также указывали в заявлениях о том, что вот напротив нас стоит уникальный объект. Это государственная филармония имени гражданина Гунба, где Амцахара во очередном съезде в 2003 году требовала отставки действующего президента Владислава Ардзимба. Вот это и есть темное прошлое. Вот это точно черное прошлое этой организации. Не мы грабили учительские деньги в сейфах, не мы стреляли в сотрудников милиции, не мы сжигали покрышки, не мы штурмовали. Мы так не сделали. Арват, еще раз повторяюсь, мы будем действовать в рамках закона и Конституции. Еще раз повторюсь, еще раз, потому что сложно запоминается. Мы не нарушим закон и Конституцию, потому что мы любим свой народ и свою страну. Точка.